Великорецкий крестный ход в жизни православного человека – событие нерядовое. Желающие принять в нем участие, к ходу готовятся. Чтобы поддержать слабожан-паломников, которые идут на реку Великую, администрация города в десятый раз организует палаточные лагеря в селе Монастырском и Великорецком. Это добрая воля администрации города и тех людей, которые помогают администрации города. Для того, чтобы нашим слабожанам в этом Великорецком крестном ходе было проще преодолевать те препятствия, которые встречаются на их пути. Ни одной копейки бюджетных средств за 10 лет не было потрачено. Помогают предприниматели, которые, кстати, большая часть из них сами ходят в крестный ход, но услугами палаточного лагеря не пользуются. Мы можем позволить себе только 200 мест, поэтому каждый год я отцу Евгению передаю 200 карт паломника. Отец Евгений передает по храмам и уже настоятель решает, кому эти карты паломника выдать. Впрочем, поддерживают не только земляков-паломников. Остальным путникам слабожане предлагают хлеб и чай. Для тех, кто приезжает на праздник в Великорецкое, не идет крестным ходом, для тех, кто не попал в наш палаточный лагерь, независимо от того, слабожанин он или не слабожанин, мы ранее угощали блинами, с прошлого года первый раз попробовали печь хлеб прямо там, в Великорецком. Это у нас получилось, поэтому в этом году вновь будем всех угощать чаем из самовара и ароматным свежим хлебом, который печем прямо там. Хлеб, чай тоже не продаются. Понять, что такой крестный ход сможет лишь только тот человек, который прошел этот путь. Мы знаем прекрасно, что паломники идут в совершенно разных погодных условиях, кроме того, путь непростой. И в конечном итоге всегда стоит проблема, а где же разместиться на ночлег. И вот когда гостеприимно встречают лагерь, для любого паломника это очень серьезная поддержка. Что касается пути крестного хода, то вот уже не первый год по благословению владыки мы возрождаем традицию паломничества на Великую реку непосредственно из города Слободского. И в этом году также предполагается то, что крестный ход пройдет из города Слободского через село Совье на Великую реку. Правда нынче мы немножко меняем маршрут и планируем пройти через село Анкушино и выйти непосредственно в село Монастырское. В село Анкушино, например, это уже территория Юрианского района, если вы точнее, тут граница Слободского и Юрианского района, стоит до сих пор замечательный крестовозвиженский храм, который был закрыт уже в 1960-х годах. Многие слобожане принимали в этом храме крещение. Сейчас это жители села Совье, это жители села Ликмы. По расстоянию это удлиняет наш маршрут буквально на полтора километра. Маршрут, разумеется, мы прорабатывали, проезжали его многократно с группой активистов, исследовали все буквально до последних мелочей. Думаю, что никаких проблем у нас в этом плане быть не должно. Благочинный добавил, что те паломники, которые уже ходили через Совье крестным ходом, данную инициативу оценили. Просьба была одна – проработать маршрут, чтобы и на реку, и обратно идти крестным ходом. Евгений Смирнов говорит, слобожан будут сопровождать сотрудники милиции и МЧС. Глава города добавляет, очень нужны волонтеры, в первую очередь медики и рабочие. Если у кого-то из горожан есть желание на добровольных началах помочь в организации и работе палаточных лагерей и сопровождении крестного хода, пишите на электронную почту администрации города «Хочу быть волонтером». Оставляйте свой контактный телефон, с вами свяжутся.